всем привет сегодня у нас появился набор второй набор уже за ноябрь 2024 года которым вы сможете увидеть во первых это стилизованные набор фантастических существ второе у нас идет получается храм дракона там имеется храм кафедральный собор и интерьеры для собора и храма ну и плюс подземелье 3 осет это у нас древние сооружения и платформы сами видите там всякие сооружения типа моя и что-то к ним похожие давайте посмотрим на стилизованных существ я посмотрел у автора таких наборов очень много он по ходу только и штампует 3d модельки в общем если вы вас интересует вот такого стиль можете прямо посмотреть этого разработчика давайте запустим полетаем посмотрим что здесь вообще существует это вот вот такие вот горгули или как их обзывают разных цветов ну по сути пробежимся по первому ряду медведи кабанчики кошечки курицы коровы как видите размеры их не особо отличаются а курица что корова одного размера далее у нас идет аллигаторы это я думал сова это что у нас этот козел горный до глазастый у нас крабик то я не знаю как их обзывать может быть это это рак а это краб скорее всего так свинушка собачка или волк но очень похоже на волк далее у нас смесь осы с участь комаров наверно похожие элементы на покемонов я не знаю что это далее у нас получается лягушка саблезубый далее паучок змея интересно конечно как то у нее пасть развивается не очень да вот это то же самое только уже шипами наши динозавры и овца просто очень интересно как это все расположилось можно было домашнее животных домашним животным закинуть сами понимаете да та же самая корова и петух курица точнее и кошка может был в одной в одном месте расположить но ладно слишком придрался смотрите на сеточку принципе все животные выполнены прилично хорошо по текстурам по шейдерам все в принципе отлично там у них является один мастер материал и все остальное это уже инстанции но вот кое-где имеется определенная тяжесть так скажем данных материалов все остальное почти идеально близко к идеалу перейдем ко второму это у нас получается храм дракона давайте запустим как это я не там появился вот здесь самое то вот так надо было нажать что-то я забыл симпатично все выглядит прям шикарно но к сожалению все это очень 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 сложно когда мы посмотрим на сетку и как вы видите здесь сетка по сути очень увесистая это все схожа на кстати по шейдером все отлично единственная проблема это у нас на нет на на нет и на нет и то есть по-другому это элементы здесь не поставить иначе будет подлагивать из-за большого количества полигонов но выглядит все шикарно здесь вот даже имеется какой-то возможно скульптинг а может быть просто наложили некого так не то нажал наложили нормальки и чуть-чуть по выдавливали в общем интересно всем россия ну вот это мы здесь увидели и собор и храм далее если мы опустимся вниз здесь мы как раз таки увидим наше подземелье ну и ниже то же самое давайте включим аналит то есть это вот здесь у нас подземелье можно бродить внизу ну то есть вот такие вот арки и очень темно здесь то же самое стенки все соответственно совпадает так перейдем третьему здесь у нас в третьем уже будет наши платформы и древние сооружения давайте начнем с крайней сожалению я не знаю как эти платформы и сооружения называются но выглядит нормально ступим на эту землю сопоставим размер персонажа и данные платформы я не знаю можно какой-то мост сделать посмотрим на сеточку у меня такое ощущение что это все составляли из одного камня ну либо двух-трех камней почему-то смотрите прям камни реально складывали по очереди так я запрыгнул но есть такое по шейдерам что у нас все отлично но единственное да из за того что здесь собирали по камушкам это все вот каждый камень это отдельный мышь по сути но выглядит как будто отдельный мышь хотя реально можно было сделать одну стенку но нет это статик мышь это цельный статик мышь я предполагаю можно взять в редакторе выделить какие-то камушки отодвинуть их разделить если вам необходимо да то есть сами понимаете что вот такие вот элементы если они у вас даже большие длинные крупные их желательно разделять чтобы при так скажем когда персонаж смотрит вот в эту сторону задняя часть которая у вас находится позади него пропадала то есть не рендерилось видеокарты особо не нагружалась ну то есть чаще всего вот эти элементы делают отдельными то есть получается что как будто бы один элемент но это инстанс его накладывается то есть драколы считаются своеобразно в общем представьте что вот этот элемент будет считаться 1 ну ладно если у вас элемент такой в игре или же в каком-нибудь приложении 1 а если пару штук и вы хотели сделать разными вот допустим этот этот и этот поставить есть предположение что у них одни и те же элементы те же самые камешки да и возможно они бы считались гораздо лучше чем каждый отдельный элемент виде цельной платформы так ну в общем сами смотрите да есть несколько приколюшек таких как-то мне вспоминается игра андрил торнамент из каких-то двухтысячных годов что-то там похожее было или карта была похожа или мне просто сейчас уже кажется спустя 20 с чем-то лет но можно сделать какой-нибудь шутер таком стиле на этом все в общем мы посмотрели на эти три ассета встретимся 3 декабря что вот здесь написано да то есть этот ассет действительно до 3 декабря 10 часов данного времени точнее их времени эти я не помню что это скорее всего что-то 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 надо загуглить будет в общем до скорой встречи всем пока спасибо за просмотр а а а и а а и и и